Всем привет! Сегодня 10.04.2024. Если говорить о состоянии войны между Украиной и Российской Федерацией, к сожалению, оно для Украины очень-очень плохое. То есть кремлевский террорист, Путин продолжает эту агрессию. Почему Зеленский не говорит и не называет это геноцидно-террористической агрессией со стороны Российской Федерации, Путина, то же самое Шмигаль, то есть руководство, то есть нет характеристики закрепленной. То есть Верховный Совет принимает закон о военном положении, ну не о военном, а о ужесточении мобилизации, причем не один, а целый каскад их, целое такое черное каскадное кольцо. Там и будут и штрафы, и законы, плюс Зеленский подписал эти, все должны зайти и создать эти электронные кабинеты и прочие вещи. То есть это же государственное рабство, это антиконституционные деяния и все. Ну это, в принципе, это импичмент, ну просто нет же высшего законодательного органа в Украине, он по сути, де юре он есть, а де факто с точки зрения парламентаризма он отсутствует. Но вот ситуация такая, и агрессор, конечно, продолжает наступать. Просто идет сейчас такой методичный, я тогда описывал вам такой сценарий, что они могут к этому прибегнуть. Идет методическое уничтожение народно-хозяйственного комплекса Украины полностью. Это вся производительная инфраструктура, это энергетическая, это промышленная, это логистическая. То есть последовательно идет уничтожение, уничтожение. Даже нет смысла их перечислять, там власть это все приховывает, объект инфраструктуры, там или предприятие, или логистический объект. Ну люди же видят это, это ж никуда не спрячешься, правильно? Плюс они бьют, конечно, для того, чтобы запугать людей по гражданским объектам. В Харькове ударили по парку, как раз там стадион, где футболисты футбол играли. Вот, 7 апреля это было. То есть они, ну это так называемая тактика устрашения. Она ничего хорошего для Путина иметь не будет. Люди, наоборот, его больше будут ненавидеть еще. Но, к сожалению, это жертва, это дополнительные люди уходят из жизни. Ну и вот Верховный Совет будет рассматривать, вот 10-го, значит, якобы уже не допадали этот закон на второе чтение о ужесточении мобилизации. Я сделал вам видео, там, на большом канале, посмотрите. Ну давайте про Зеленского. Тут очень важно его понимание этой ситуации. Он дал интервью вот сейчас Бильду и политика. Ну политика там меньше, пока это как бы надо открывать там больше этот материал. А вот Бильду это все как бы более детально описал. Ну и вот в Бильду он заявил следующее, что Зеленский назвал примитивным, слышите, мирный план Трампа, если он сводится к отказу Украины от своих территорий в обмен на мир. Прямая речь его идет. Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, если это идея, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею, но нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать, заявил президент Зеленский в интервью Бильду. Ну и дальше он рассказал, что его же команда пригласила Трампа в Украину, ну типа Трамп готов, но не знает, когда сможет. Ну что-то я такого, о Трампа мы не слышали, что он готов приехать. Ну и о Трамп, помним же, да, что сказал, что он будет ждать, сейчас назвали его представитель, заявил, что Вашингтон пост сказала, что типа он склонит Украину к территориальным уступкам. И у Трампа назвали это фейк-ньюс, ну то есть что-то не соответствует действительности. И Трамп говорил, что у него есть конкретный план, но он считает, что он к этому процессу обратится уже непосредственно, когда выиграет выборы. То есть это 2 ноября 2024 года. Вот если даже рассмотреть вот то, что Зеленский сейчас заявил, но он тоже уже де-факто по Конституции, он же уже не президент, он же выборы не выиграл. Для того, чтобы встречаться с Трампом осенью там или когда, ему надо, чтобы были выборы в Украине, и он их выиграл. Потом прошел инаугурацию, и уже тогда только он будет с Трампом, если Трамп победит, тоже будет встречаться. Поэтому заявления Зеленского, они тоже как-то достаточно, как можно назвать, мягко выражаясь, они не соответствуют реалиям конституционным в Украине. То есть Зеленский считает, что он навечно избран президентом, что ему не надо вообще избираться. То есть он уже считает, что у него статус верховного правителя. Вот так, если прослушать то, что он заявил Бильду. А как бы почему Бильд как бы не реагирует на это? Ну, типа взял, да и все. А дальше тут у нас получается следующая тогда коллизия. Давайте же посмотрим, что заявил Зеленский соответственно Бильду. Он заявил следующее. Это он в Харькове дал интервью. Дал интервью в Харькове заместителю главного редактора Бильда Паулю Ронцхаймеру. Публикуем основные тезисы Зеленского в Бильду. Это что он дал Бильду. Правильно? Продолжение боевых действий. Зеленский сказал, что да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы, но я не могу обещать это и назвать дату. По его словам, для этого ВСУ нужно оружие, в том числе из США. Как будто есть еще какое-то другое оружие. Да, у России больше людей, больше оружия. Но у Объединенного Запада, он считает, что есть Объединенный Запад, есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в числе людей, дело в качестве оружия. Вы вообще немножко понимаете, что заявил Зеленский, если это как-то так, попытаться логически осмыслить его заявление? Ну, я не очень. Это мягко выражаясь. То есть, ну, это чистый утопизм. Это то, что нельзя реализовать. Дальше он говорит про переговоры. Мы имеем дело с Путиным. Все, что он говорил до сих пор, он поступал по-другому после этого. Мы не можем ему доверять. Можно договориться обо всем, но вопрос, будет ли он это соблюдать. Ну, так ты ж не с Путиным будешь договариваться, Владимир, дорогой наш. Речь же идет о мирной конференции с участием Папы Римского, генсекретаря ООН, Китая, президента Бразилии, президента Мексики, премьер-министра Индии, президента Южно-Африканской Республики, США, Канады. Семерки все, Японии. Об этом речь. НАТО. То есть, речь идет о совсем другом параметрах, а не о каких-то терках между Зеленским и Путиным. Конечно, ваши терки где-то вы там проговорите, они ничего не дают. Но если будет конференция, как предлагает сейчас Китай, то это другой совсем каленков. Ну, дальше, он говорит, заморозить в призывах конфликт. По словам Зеленского, Путин использует заморозку лишь для подготовки к новому нападению. Ну, опять-таки, это ж, как бы он говорит, мир скажет, да, нам удалось заморозить конфликт. Ну, что, он его войну не называет, да? Ракеты не летают, но это до тех пор, пока Россия не увеличит производство, запасы, техники, ракет. И не проанализирует все ошибки, которые... Ну, зачем ему думать Зеленскому про Путина и Россию? Надо думать про себя, правильно? Надо про то, что уже скоро людей не будет, кладбища уже скоро будут на всю страну Украины. О битве за Харьков, ну, понятно, что Харьков никто не отдаст, и там это понятно, как бы с Харьковом более-менее. Ракеты Таурус, у наших партнеров есть определенное оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить, оно нужно Украине, чтобы выжить. Я просто не понимаю, почему мы не получаем. Ну, что ж тут не понимать, тут все понятно. Насколько я понимаю, то говорит, не понимаю, то понимает. Канцер Германии говорит, что Германия не ядерная держава, что это самое сильное оружие Германии. Он согласился с тем, что Олаф Шольф боится ядерных угроз РФ, но я думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России. Ну, вот такое, видите, это все сумбурное. Это очень сумбурные, нелогические какие-то высказывания. Они показывают, что человек некомпетентный в этих вещах, что он фантазирует. Он говорит о новом наступлении, что оно будет. Тут он политика сказал этому изданию американскому, что будет, типа, вот, как же тут он высказался так интересно. Давайте прочитаем. Ну, вот, про Трампа я вам объяснил. Да, а вот он сказал следующее. Это он для политика заявил. И тут же он Трампа приглашал тоже в Украину. Он про Трампа здесь тоже говорил. В политика. Новое контор наступления. Вот Зеленский победит Россию. Если, значит, изменит, ну, американская политика будет поддерживать. И приглашает Трампа в Украину. То есть он политику. Может, и Бильду он говорил. Ну, вот он политика точно говорил про это. Так и называется. Ну, и он сказал тут политике. Признал, что попытка наступления была не столь успешной. Не вдаваясь в подробности, Зеленский намекнул, что во время последнего наступления Украина подверглась саботажу изнутри. Отметив, что русские знали, куда мы будем собираться атаковать. Пообещал, что история покажет, откуда они это знали. Ну, и он сказал, что должно быть следующее украинское контрнаступление. И оно должно дать нам какие-то результаты. Какие непонятно, да? Но отметил, что Запад не должен отступать от своих обязательств по военным усилиям. И сказал перед этим же, что разработан план нового контрнаступления. Ну, помните реплику этого недавно Илона Маска. Я вам ее сейчас зачитывал. Илона Маска сказал, что каждый дурак знал про это контрнаступление. И что оно закончится неудачей. Поэтому не надо никакого внутреннего саботажа. Так было и все, и так понятно, где будут наступать. Поэтому, о чем Зеленский говорит. Это просто провал был. Там нельзя было пробиться. То есть, сама по себе направление этого наступления в лоб. Вот этих шесть линии вал Суровикина пробить изначально было невозможно. Слава Богу, что, надо же сказать, Зеленский прав, история расскажет, кто приказывал наступать в лоб, когда стало понятно, что Украина несет... Наши войска несут большие потери. То есть, надо про это рассказывать. Про это надо будет говорить. Ну, и все равно же будут про это говорить. Правда? Что ну, никуда не денешься. То есть, мы с вами наблюдаем утопический подход. Подход фантазии, фотоморганы, миража. То есть, человек считает реальностью то, что не является реальностью, и то, что сделать невозможно. Повышает ставки. Считает, что надо просто больше людей превратить украинцев в мясо, бросить их на фронт. Их же надо обучать. Правильно? А чтобы обучить, надо минимум 3-4 месяца. То есть, их надо набрать. А они не желают. Их надо отправить на 3-4 месяца, чтобы их иностранные военные инструкторы учили. Ну, с учетом нашей специфики. Их надо вооружить. И потом только это полгода минимум. Ну, плюс деньги. Плюс надо... Экономика же развалена будет. Зеленский уже почему-то не говорит, что на одного нового, которую хотят призвать и бросить на фронт, надо, чтобы на него 8 работало. Минимум. Может, 10. Но работать же некому. И уже негде. То есть, уже источников создания ВВП почти не осталось. Это непонятно, нет? Там докладывают, что увеличилось производство чугуна, стали. Но, чтобы делать чугун и сталь, что надо? Ну, понятно. Домный, там, печи и прочие вещи. Старолитейные, цеха. А что еще надо? Нужна энергия. Электричество, вода, тепло и прочее, прочее. А его где взять? Если 80% было уже, ну, я думаю, уже больше, уже под 90% всех энергомощностей Украины уничтожено. Фантазеры. Чистые фантазеры. Фотоморганисты, да? Вот такая ситуация. Теперь вам расскажу еще одно видео, сейчас сделаю, про ситуацию в Соединенных Штатах. Там полный провал визита министра иностранных дел Камерона с Великобритании. Там очень жестко с ним Трамп поговорил и другие лидеры республиканцев. То есть, его просто выгнали. Там полный, он говорил про Украину, про Зеленского, про Си, про деньги. Я вам сейчас сделаю видео, чтобы вы понимали весь прожектизм, несбыточность и ошибочность тех решений, которые принимает сегодня президент Зеленский. Де-факто. Де-юрон еще, а де-факто уже в принципе нет. И так называемый Верховный Совет Высшей Законодательного Орга, в котором должна же быть оппозиция. Василий Васильевский, до новых встреч.